Это программа о тех, кто принимает решения в Ненецком автономном округе на законодательном уровне. В студии телеканала «Север» Ольга Русул. Здравствуйте. В эфире очередной выпуск информационной программы законодателей в этом выпуске. Модульные ФАПы на селе вместо аварийных региональные парламентарии обсудили на профильной комиссии состояние и качество новых здравпунктов. Утилизация мусора с использованием новых технологий – реальность. Депутаты посетили полигон твердых бытовых отходов. Добро детям. Первые лица региона и парламентарии всех уровней встретились на футбольном поле в благотворительном товарищеском матче. Региональные парламентарии провели традиционную встречу с депутатом Госдумы Сергеем Коткиным. Заседание состоялось в рамках региональной недели депутатов. В ходе встречи речь шла о принятии федерального бюджета на ближайшие три года. Как отметил депутат, бюджет сложный. Дефицит в 2021 году составит 2,76 трлн рублей. При этом Коткин подчеркнул, что безусловным приоритетом расходов федерального бюджета остается выполнение социальных обязательств государства, реализация нацпроектов и указов президента России. Сергей Коткин обратил внимание, что на социально-экономическое развитие арктической зоны Российской Федерации в бюджете следующего года запланировано выделение всего 3,4 млрд рублей. По мнению депутата, это недостаточно для выполнения задач, заложенных в недавно утвержденной президентом стратегии развития Арктики до 2035 года. Парламентарий подчеркнул, что Госдума рекомендовала министерствам заключать соглашения с субъектами Российской Федерации как можно раньше, чтобы федеральные средства поступали в начале года и можно было начать реализацию того или иного проекта на условиях софинансирования. В числе других тем, о которых говорил депутат Госдумы, разработка федерального закона о молодежной политике в Российской Федерации, новый расчет МРОД, реновация жилфонда в регионах. По мнению Коткина, в последнее время принято много нормативных документов в отношении развития Арктики, но главное – обеспечить их финансовое наполнение, чтобы принятые меры как можно быстрее и эффективнее повлияли на жизнь людей, проживающих на арктических территориях. Ненецкий округ на связи. Региональные парламентарии обсудили с руководителем профильного департамента и директором Ненецкой компании электросвязи проблемы обеспечения жителей населенных пунктов региона современной связью. Совещание проходило в рамках постоянной комиссии по экономической политике и бюджету собрания депутатов. Об устойчивой мобильной связи в отдаленных населенных пунктах округа жители глубинки только мечтают. На сегодняшний день они могут позволить себе звонки и смс-сообщения. Мобильный интернет остается недоступным. Это связано со слишком низкой пропускной способностью оборудования связи. Чтобы эту пропускную способность увеличить, необходима вторая линия птоволокна. Однако для реализации проекта нужны дополнительные финансовые средства. На федеральном уровне это внесение изменений 126 ФЗ, закон о связи. Обратили внимание наконец-то о населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек, в котором не оказываются услуги по передаче данных. И там должна быть установлена точка доступа. А если в таком же населенном пункте от 100 до 500 человек поставить эту точку доступа, там еще обязана быть не менее чем одна точка, оборудована средствами связи, используемыми для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи. В программу по обеспечению связью войдут такие населенные пункты, как Анзик, Верхняя Пеша, Волоковаево, Учейский, Макарова, Хангурей, Щелино. В Тельвиске уже ведется работа по установке новой базовой станции. Проведены согласования, подготовка документации, закупка кабеля для строительства волоконно-оптической линии связи на участке Нарьинмар-Красная. Оценочная стоимость проекта 20 миллионов рублей за счет средств Ненецкой компании электросвязи. В следующем году планируется начать монтаж оптиковолокна с двух сторон на участке Харьяга, Южно-Шапкинское месторождение Нарьинмар. Кроме того, директор Ненецкой компании электросвязи Владислав Песков рассказал депутатам о взаимодействии компании с окружными предприятиями, о работе по снижению тарифов. Мы стараемся, чтобы все средства, которые окружные, остались в округе и поработали на его инфраструктуру. Поэтому объем договоров и услуг, которые оказываем для окружных предприятий, начинает постепенно расти. И предприятие начинает пользоваться нашими услугами, возвращая доверие. Потому что 4 года назад, когда я пришел, было проблематично оказать какую-то услугу. И нам говорили, что мы плохие, некачественные, спим, прочее. Но мы над этим работаем. Допустили процессы бережливого производства, контроля, работы с абонентами. Ну, вообще, много интересного. Куча людей. Еще одно направление в деятельности компания разработала и запустила в эксплуатацию систему сбора данных по электроэнергии в населенных пунктах округа. Обеспечен сбор и хранение данных НКС по всему региону. Развернут сервер для сбора данных, разработаны тарифы для подключения других пользователей. В ходе встречи депутаты отметили, что обеспечение современными услугами связи достаточно затратно. И необходимо детально рассмотреть целесообразность этих расходов. Проблем возникает много по восточной части. Это Харутаха-Ривер, Кара-Каратайка-Амдерма. Информации по ним не было предоставлено, потому что пока все в плановом варианте. Поэтому мы ждем, какие будут предоставлены предложения по улучшению качества для жителей данных населенных пунктов. И будем также дальше работать в этом направлении. По итогам обсуждения депутаты предложили руководству компании и профильному департаменту представить предложение по улучшению качества связи в населенных пунктах, расположенных на востоке округа. Модульные ФАПы на селе вместо аварийных региональные парламентарии обсудили на профильной комиссии состояние и качество новых здравпунктов, которые будут установлены в селах округа. Информацию по теме вопроса депутатам доложил исполняющий обязанности руководителя департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта Павел Масюков. Вопрос замены аварийных фельдшерско-акушерских пунктов в селах округа на новые здравпункты поднимался на заседаниях профильной комиссии не раз. Планируется в текущем году поставить 12 фельдшерских облачно-моленых зданий, фельдшерских пунктов, начиненные пункты. В настоящее время все 12 пунктов доставлены на территорию округа. Из них только три, пока фельдшерских пунктов не подключены. Однако новые здания не пришлись по душе местным жителям. Более того, вызвали обеспокоенность. С состоянием дел в этой сфере депутаты ознакомились во время поездок по муниципальным образованиям, где уже были установлены новые фельдшерские здравпункты. Жители сел остались недовольны качеством и прочностью этих конструкций. Мы живем в 21 веке, поэтому хотелось бы, чтобы наши жители, жители наших сел, деревень, могли пользоваться более современными здравпунктами, чем, извините за выражение, вот этими контейнерами. Оказалось, что изначально речь шла об установке девяти модульных зданий, но проекты требовали большего вложения денег и времени на установку. А это не соответствовало требованиям национального проекта, в рамках которого происходит замена здравпунктов на селе. Речь шла в начале о девятих, а не о двенадцати. То есть была подготовлена проектно-сметная документация по строительству капитальных зданий. Но потом было, впоследствии, при одном из совещаний было принято решение о том, что строить стоимость строительства по этому проекту получалась высокая, то есть и сроки по строительству были бы тянуты в соответствии, то есть мы могли бы не выполнить условия соглашения по установке данных в законе, поэтому руководством было принято решение о рассмотрении возможности поставки именно блочных модульных зданий. Жители Андиго, например, волнуют вопрос подтопления нового ФАПа, так как здание находится в опасной зоне. Кроме того, территория неблагоустроена пожилым пациентам, добраться до здравпункта будет затруднительно. Жители поселка Андерма считают, что установка модульного здания ФАПа недостаточно проработана. В частности, нет подключения к водоснабжению и системе канализации. Что касается Андермы, у нас с учетом сжатых сроков подключения, то есть вообще поставки, то есть мы понимаем, что если мы сейчас только поставили ФЗП в Андерму, то есть не так давно он поставлен, сейчас только записываю, то только сейчас мы могли бы подключать еще к системе теплоснабжения, то есть мы могли бы просто не успеть в этом году. По итогам встречи депутаты попросили профильный департамент представить всю техническую документацию по модульным объектам и указать срок службы ФАПов, рассмотреть возможность подключения к системе отопления и водоснабжения в модульном здравпункте в поселке Андерма. К этому вопросу парламентарии вернутся на следующих заседаниях профильной комиссии. Необходимо оборудование и специалисты в окружном парламенте обсудили проблему организации комплексной медико-социальной помощи детям с задержкой речевого развития. Участие в заседании приняли представители профильного департамента, уполномоченные по правам ребенка в Ненецком округе Галина Гуляева и родители детей, которые испытывают трудности в речевом развитии. Обращения с просьбой помочь наладить в округе диагностику и лечение детей с проблемами в области логопедии к региональным парламентариям поступили еще в прошлом году. Причем обращались родители не только из города, но и населенных пунктов. На сегодняшний день, к сожалению, информация у нас не представлена, но вопрос обращения жителей, обращения родителей продолжается и необходимо нам сегодня все-таки вопрос, ситуацию раз решить. По данным профильного ведомства, в настоящее время в регионе насчитывается более 200 детей с задержкой речевого развития. Помощь детям оказывают специалисты Ненецкой окружной больницы, Центрадар и представители региональной общественной организации «Особое детство» в Ненецком автономном округе. Количество детей, которые обратились в 2020 году за истегший период логопедии в региональной больнице, задержкой речевого развития, это родители со 111 детьми, из них 81 дошкольного возраста, 16 младше 3-х лет и у 10 детей наблюдается тяжелая задержка речевого развития. На заседании присутствовали родители детей, столкнувшихся с проблемой речевого развития. По их словам, получить в округе квалифицированную помощь невозможно. Узких специалистов в области диагностики и лечения патологии развития речи в регионе нет. Сумма на лечение за пределами округа ложатся на семейный бюджет тяжким бременем. Мы начали лечение самостоятельно, да, и вот мы проходим на бессоновском аппарате. Там же мне сказали, аппарат менять нельзя. Если вы проходите лечение на одном аппарате, то вы лечитесь на том аппарате. Там составляются программы, я не знаю. В ходе дебатов выяснилось, что лечение логопедических проблем у детей не относится к вопросам здравоохранения. Эта область принадлежит образованию. Медицинская помощь, ездим в задействии речевого развития, оказывается, в рамках ОМС с врачами-специалистами, это невролог, предиатры и психиатры. В основном вопрос, конечно, это логопед, и это относится к образовательному процессу. Наверное, все-таки бы хотелось бы, чтобы этот вопрос, если бы он был на обсуждение с коллегами и департаментами образования, потому что мы считаем, что это образовательные услуги. Депутаты предложили наладить работу межведомственного взаимодействия между профильными департаментами. Специалисты сфер здравоохранения и образования должны разработать комплексную систему помощи детям с задержкой речевого развития. Кроме того, они рекомендовали пересмотреть условия предоставления единовременной помощи по социальному контракту в размере 100 тысяч рублей, в частности, ввести дополнительную категорию для родителей, которым необходима реабилитация таких детей за пределами региона. К этому вопросу депутаты вернутся на последующих заседаниях. В Ненинский округ с рабочим визитом прибыл депутат Государственной думы Сергей Коткин. В рамках региональной парламентской недели он уже встретился с молодыми активистами. В ходе диалога стороны обсудили принятый в первом чтении закон о молодежи. Парламентарий рассказал представителям Ненинской молодежи о законопроекте о молодежной политике в Российской Федерации. Важно, что теперь будет сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории «молодежь». Это лица в возрасте от 14 до 35 лет. Кроме того, проектом закона определены такие понятия, как молодежь, молодая семья, молодежная политика, молодежное общественное объединение. Нам очень важно, чтобы вы почувствовали себя уверенно в государстве российском. Я, может быть, это не какие-то пышные слова там, но будущее за вами России на самом деле. Это так. И насколько вы будете подготовлены, насколько вы будете уверенно себя чувствовать, зависит будущее государства. Вот тут нам очень важно все предусмотреть, все учесть по возможности максимально. Я думаю, что мы все, конечно, не сделаем, будем его дорабатывать. Жизнь потом нам подскажет еще, что нужно, какие поправки носить. Но даже вот первый шаг, который мы сейчас сделаем по этому закону, он должен, должен максимально, мне кажется, вам пойти на пользу. Снижать тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов. К такому выводу пришли парламентарии на заседание комиссии по экономической политике и бюджету. Напомним, на новую систему обращения с ТКО округ перешел в этом году. Наибольшие затраты возникают с реализацией полномочий региональным операторам по вывозу ТКО на территории Заполярного района в связи с дорогостоящей логистикой. В соответствии с существующей территориальной схемой обращения с ТКО региональный оператор вынужден вывозить отходы исключительно в Нарьинмар. Отсутствие соглашения с Архангельской областью и Республикой Коми на размещение ТКО препятствует транспортировке отходов из населенных пунктов полуострова Канин, Малоземельской тундры, Запада и островов Ненецкого автономного округа на ближайшие объекты размещения ТКО на территории соседних субъектов. Замглава администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Олег Холодов рассказал о возможном решении по оптимизации расходов на вывоз мусора. Планируется запустить в следующем году в селе Несь пилотный проект. Там будет смонтирован инфинератор, установка для утилизации различных типов отходов путем высокотемпературного контролируемого обезвреживания отходов, что позволит избежать транспортировки ТКО в Нарьинмар. Депутаты, в свою очередь, предложили внедрять систему раздельного сбора мусора, проработать вопрос по использованию судов, участвующих в опережающем северном завозе, для вывоза твердых бытовых отходов из сел. Участники заседания отметили, что мусорная реформа стала очень затратной для регионов со сложной транспортной логистикой. В этой связи Олег Холодов предложил объединиться с другими северными регионами для подготовки обращения в федеральный центр по установке особых условий по вывозу ТКО для регионов, входящих в арктическую зону. Утилизация мусора с использованием новых технологий – реальность. Депутаты окружного собрания вместе с руководством Нарьинмара отправились с рабочей поездкой на полигон по обращению с твердыми коммунальными отходами. Первая контрольная точка – площадка для сбора мусора между домами в микрорайоне Центральный. Здесь работает мусоровоз с задним типом загрузки. Всего городская администрация приобрела 56 контейнеров закрытого типа. 46 из них объемом 0,75 кубических метров и 10 контейнеров объемом 4 куба. На сегодняшний день есть мощность для того, чтобы систему развивать. То есть у нас в наличии две машины с вот этой ручной загрузкой. Фактически используется одна, то есть по времени одной машины хватает для того, чтобы в течение дня освободить все заглубленные контейнеры. Для вывоза мусора из таких контейнеров нужна специализированная техника. Контейнеры, площадки мы обслуживаем ежедневно, раз в сутки подъезжает машина. Но столкнулись с такой проблемой, что крупный габарит, не габарит, который не влезает в маленькие 0,75 кубовые и не влезает в заглубленные контейнеры, их складывают непосредственно прямо на самих площадках. Раньше просто самосвал ездил, закидывали те же диваны, какую-то мебель. Сейчас закупили приспособленную для этого, чтобы одной машиной можно было достаточно много площадок крупного габарита обслужить. Разгрузка контейнеров на таких площадках в среднем занимает не больше пяти минут. Единственная проблема – автомобили жителей ближних домов. Как видите, машины крупного габаритные. Чтобы загрузить один контейнер, достаточно нужно много места для маневра. Буквально сегодня с утра машина мешала подъезду боковой загрузки, стояла. Муниципальное предприятие, комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию, стало победителем конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ненецком округе. Соглашение заключено сроком на 10 лет. Все это время предприятие будет заниматься сбором, транспортировкой, утилизацией, обезвреживанием твердых бытовых отходов в четырех населенных пунктах округа. Сейчас предприятие обслуживает более 280 контейнеров площадок. И следующая точка – полигон ТБО. Здесь расположен мусороперерабатывающий комплекс. Сзади организован весовой контроль. После весового контроля данные поступают автоматически учетчику. Учетчик наблюдает за продвижением мусоровоза и дальнейшими действиями здесь. То есть у него установлен видеоконтроль, видеофиксация идет как площадке мы подальше туда пройдем, так и направленной камерой на край полигона. Для комфортной и бесперебойной работы предприятия необходимо построить ангар, стоимость которого варьируется от 10 до 14 миллионов рублей, а также провести газификацию объекта. Спикер регионального парламента Александр Лутовинов отметил, что депутаты заинтересованы в развитии проекта. Потому что это проблема для нас, ну скажем так, новая, по которой мы озаботились, которая очень дорого стоит. И надо посмотреть, каким образом мы вообще должны выстроить работу по утилизации всех отходов, в том числе и из сельских районов. За счет средств окружного и городского бюджетов была закуплена необходимая техника. На полигоне продолжаются работы по обновлению коммунальной инфраструктуры и наладке процесса утилизации твердых коммунальных отходов. Работа началась. Мы настроены достаточно серьезно к ее решению. Но сделать еще предстоит очень много. И я думаю, что это можно сделать только тогда, когда мы будем работать вместе, в том числе и с нашими жителями, как села, так и города. Потому что сразу хочу обратиться к жителям, к горожанам нашим. Не ставьте машины около контейнеров, чтобы машины могли спокойно забирать мусор. Депутаты выразили готовность помочь городу в приобретении нового оборудования и совершенствовании процесса сборки и утилизации мусора. Увековечили память. В Наринмаре открыли мемориальную доску в честь Петра Спирихина. Памятный знак расположился на здании школы номер один. Торжественное мероприятие прошло в день памяти учителя-краеведа, участника Великой Отечественной войны. 4 декабря 2016 года Петра Михайловича не стало. Мемориальная доска с именем известного в округе человека Петра Михайловича Спирихина открылась на здании первой школы не случайно. С февраля 2018 года учебное заведение носит его имя. Родился он в большой крестьянской семье, в Пустозерске. Нет сейчас этого населенного пункта на карте округа. Но в сердце, в домах Петра Михайловича он был всегда. Участник Великой Отечественной войны Петр Спирихин был награжден орденами Красной звезды Отечественной войны первой степени, медалями за оборону Ленинграда, за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Всю свою профессиональную жизнь Петр Михайлович посвятил учительству, самой мирной профессии. Он был человек очень скромный, никогда не рассказывал очень подробно о войне. Но вот жизнь его, она действительно прожита очень достойно. И он очень много сделал и для нашей школы, и вообще для истории округа. Поэтому сегодняшнее событие ценно-историческое. И мне хочется сказать вам, что вы тоже часть истории школы. Поэтому давайте будем достойны памяти Петра Михайловича Спирихина. Открывают мемориальную доску глава региона Юрий Бездудный, племянник Петра Михайловича Михаил Спирихин и отличник учебы Влад Панферов. Петр Михайлович действительно прожил очень-очень достойную жизнь. И та мемориальная доска, которую мы сегодня открыли, она будет напоминать каждому, кто входит в эту школу, о нем. И вечная память об этом замечательном человеке, она сохранится не только в сердцах тех, кто сегодня здесь собрался. Тех, кто знал его и успел пообщаться с ним. Но и тех, кто спустя много лет будет учиться. Нам всем приятно, конечно, и его детям, племянникам, что открыли эту доску. Это замечательно. Просто увековечили его. Он с нами очень часто разговаривал, учил нас жизни, учил любить свою родину. Пусть и дверзг, чтобы никогда не забывали. До последних дней жизни легендарный педагог-краевед Петр Михайлович поддерживал тесное сотрудничество со школой. Его любили учителя и ученики. Увековечить память Петра Спирихина решил коллектив Нарьинмарской школы номер один с углубленным изучением отдельных предметов и обратился в мэрию и гурсовет. И 29 октября на очередной сессии городским советом городского округа Нарьинмар было единогласно принято решение об открытии мемориальной доски. Его жизненный путь для нас является примером. Мы все обязаны свято беречь нашу историю, передавать ее другим поколениям, быть благодарны тем, кто, не жалея сил, защищал нашу родину. Вечная память Петру Михайловичу. Примечательно, что в 2020 году столетие со дня рождения подвижника просвещения и преданного сына родной земли. Никто не забыт, в Ненецком округе в рамках юбилейных мероприятий к 75-й годовщине Победы и Года памяти и славы в Ненецком округе прошла торжественная акция. Традиционно в этот день по всей стране люди приходят к мемориалам «Вечный огонь» возложить цветы и почтить память неизвестных солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Участие в памятных мероприятиях приняли глава региона Юрий Бездудный, депутат Государственной думы Сергей Коткин и депутаты окружного собрания. И сегодня мы вспоминаем тех, те миллионы солдат, которые пали в годы Великой Отечественной войны, те, которые пали в боях, в локальных конфликтах. Их очень много. И мы должны помнить о них. Александр Лутовинов поблагодарил Веру Буркову, которая посвятила поисковой деятельности более 40 лет и руководителя регионального отделения поисковое движение России Андрея Николаева, а также многих неравнодушных жителей округа за колоссальную коллективную работу по созданию третьего издания книги памяти с уточненным списком погибших военнослужащих, призванных с территории Ненецкого автономного округа. Пока ни один человек не будет захоронен и личность сегодня будет установлена, мы должны эту работу продолжать повсеместно. И хорошо, что у нас есть такие люди. День неизвестного солдата 3 декабря внесен в календарь памятных дат России в 2014 году. Это дань памяти воинам, которые сложили головы ради будущего страны и народа, похоронены в братских могилах или лежат в местах гибели. По данным Министерства обороны Российской Федерации на территории России и других государств, где воевала Красная Армия, упокоены более 7 миллионов советских воинов. Из них известных более 2,5 миллионов, неизвестных более 4,5 миллионов человек. Добро детям! В Наринмаре состоялся благотворительный матч по мини-футболу. Среди игроков первые лица региона и представители власти различных уровней. Все средства, собранные в ходе игры, решено направить на подарки детям. До начала матча минуты команды-участницы товарищеской встречи, а сегодня это сторонники и однопартийцы Единой России разминаются. Относиться к нему не надо как к какому-то соревновательному элементу. Это все-таки благотворительная встреча, это обычная тренировка. И поэтому, конечно, она будет зрелищная. Ведь это футбол, это самый лучший вид спорта в мире, который существует. Состязания по мини-футболу носят благотворительный характер. И несмотря на то, что главное в этом матче все же участие, а не победа, соревновательный дух у футболистов присутствует. Как вы считаете, ваша команда имеет шансы на победу? Конечно имеет. Почему? Ну, потому что Единая Россия, она всегда побеждает. Команда все на партии фискульт? Нет! Игра началась в первый тайм весьма оживленный. Забито 8 голов. Счет 3-5 в пользу команды сторонников партии. Команды обе играют неплохой футбол. Не хватает, конечно, сыгранности, так как команды сегодня встретились. Как можно сказать, первый раз за все время. А так посмотрим по итогам игры. За команду однопартийцев выступают депутаты всех уровней власти, руководители департаментов. В первом тайме по условиям соревнований за эту команду играет и губернатор округа Юрий Бездудный. Ему, кстати, удалось забить гол ворота соперников. У меня очень яркие впечатления от игры. Первое. Очень давно не играли. И сегодня игра, ну, просто полный драйв. Полный драйв. Понятно, что сторонники хотят выиграть. У них есть серьезный очень мотив для этого. Денис Гусев, сенатор от Ненецкого округа, известный в регионе боксер, тоже в команде однопартийцев. Спортсмен признается, что играть в мини-футбол с членами партии – добрая традиция. Сам процесс от игры, от общения. Я думаю, ну, в разной форме. Кому-то тяжело, кому-то это. Ну, все вот с хорошими эмоциями. Я вижу, на поле вот… А вам тяжело? …переносит удовлетворение. Ну, конечно, ну, если хочется забить, и где-то приходится напрягаться, и скоростные такие моменты выбегать. Притом, мы с Юрием Васильевичем играем. То есть тут как-то нужно и пас дать губернатору, да, чтобы мы тут сыгранность была в двойке. Второй тайм не менее зрелищный. Теперь губернатор в команде белых футболок. Галкипер Анатолий Курленко в воротах однопартийцев только успевает отражать атаки противников. И пока на мини-футбольном поле идут баталии, напомним, благотворительная акция «Елка желаний» проходит в округе уже в четвертый раз. Жители региона исполняют мечты детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей, которые долгое время находятся на лечении в медицинских учреждениях региона. Принять участие в акции могут все желающие, в том числе организации и индивидуальные предприниматели. Для этого нужно приобрести подарки, которые дети попросили в своих новогодних письмах. И вот второй тайм подошел к концу. Счет 9-8 в пользу сторонников партии. Однопартийцам не хватило всего одного гола. Это хорошая традиция. Не мы единственные проводим такие матчи. Неважно в каком формате и какие команды, но благотворительный матч – это уже давняя традиция. И сегодняшний матч, он в первую очередь благотворительный. Те средства, которые мы соберем, а мы узнаем, какую сумму, мы направим на подарки детям. Это очень хорошая традиция. Если дети под Новый год получат новогодние подарки, особенно дети, которые без родителей, ну это совершенно замечательно. Все собранные в ходе матча средства будут направлены на подарки детям. Актуальный список с пожеланиями детей можно получить в комплексном центре социального обслуживания. Следующий выпуск программы «Законодатели» выйдет в четверг, 17 декабря на телеканале «Север». Следите за событиями вместе с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok